Я, Мирзаяна Ануша Агароновна, родилась в городе Баку, на Крупской. Это находится на Баилове, больнице имени Крупской. До 22 лет я жила в Баку, в поселке Локбатана. По улице Торговая, квартира 16. Как Торговая, 3 квартиры 16 на первом этаже. Я из рабочей семьи. У меня папа работал на СГПЗ с открытия завода. Он 30 лет там проработал, если не больше. Но потом пришлось нам оттуда выехать. Сначала мы выехали оттуда, перед землетрясением. Шестого вечера мы вылетели. Из Баку нас, короче, автобусами вывозили до аэропорта, а оттуда на самолетах. Это началось даже не в 88-м году. Дай бог мне памяти. Если не соврать, то это, наверное, началось с 85-го года. Потому что я когда работала в Астрансгазе, к нам приехали молодые специалисты. Те, которые закончили в России. И приехали уже на работу. Как-то парнишка один спросил у меня, мол, у вас какая хата? Я говорю, трехкомнатная квартира, хорошая, на первом этаже. Папа еще и подвал сделал шикарный. Так на меня посмотрел, что через пару лет и у меня будет такая квартира. Я еще так на него посмотрела. Ему говорю, ты минимум 10 лет должен проработать на одном предприятии, чтобы тебе государство дало квартиру. Я не придала значения этому. Ну и потом прошли года, и начался сумгаид. Но до сумгаи-то первый митинг был в Баку. Я это прекрасно помню, потому что на первом митинге меня отправили в центр города. Коротко сводки я отвезла сдавать. И увидела, еще митинга не было, устраивали микрофоны. Я поднимаюсь, и мне говорят, туда нельзя. Я говорю, как нельзя? Говорят, подождите, говорит. В Совме я сдавала отчет. Говорят, подождите, говорит, где-то через пару часов сможете свой отчет сдать. Я говорю, у меня столько времени нет. У меня подругу так взяли, в общем, и сказали, нельзя ли. Я на Азербайджанском ответила, уберите руки. Как это нельзя? Мне в такой-то подъезд туда-то надо. И они сказали, мы можем передать. Ну, они связались потом, я им передала, ушла. Когда по дороге шла, я уже вижу, что студенты в основном были. Каждый институт, своей группой, с плакатами. Для меня сначала это было дико. Думаю, господи, что за митинг, для чего? В общем, оттуда я поднимаюсь в Патандарт, поселок Патандарт, а у меня тетка живет. Поднялась, смотрю, а у нее собственный дом был, и студенты у нее жили. Азербайджанцы, студенты районские. Смотрю, никого нету, ни бибички дома нет, ни студентов дома нет, двери открыты. Она была в огороде. Захожу в огород, спрашиваю, а где ребята? Она говорит, они переехали. Я говорю, как переехали? Да вот так, вроде бы в городе поближе, нашли квартиру. Я говорю, а бибичка, я говорю, закрой, короче, двери в городе митинге. Вот первый раз я с этим столкнулась. Корни у меня карабахские были. Папа с мамой у меня с Нагорного Карабаха, с села Хандзристан. Они одноклассники были. Папа после армии остался в Баку, так как здесь ни работы не было и тому подобное. А папа у меня хороший человек был, хочу сказать, в приборах и тому подобное. Разбирался он в морфлоте, служил прибористом был. И как раз вот завод открывался с ГПЗ, он туда устроился на работу. С началом открытия завода, это был, наверное, или 63-й, или 62-й год, потому что папа мой, наверное, вернулся с армии в 61-м году. С открытия завода папа работал на этом заводе. Ну, может, сначала не прибористом, по другой какой-то специальности, но потом, насколько я его помню уже, когда выросла, он у меня был всю жизнь мастером типа автоматики, контрольно-измерительные приборы, ртутные. И у него очень много было учеников, очень много учеников было. Вообще, папа у меня на хорошем счету был, с доски почета не сходил. Когда куда-то они ездили на замерные узлы, папу с собой брали. И за это, после 10-го класса, когда я срезалась с института, мне сказали, тебе нужно будет стажеработа. А сам стажеработа как раз в училище поступлю, а училище тоже идет как стажеработы. Поступила в училище, практика проходила в Астрансгазе, Азербайджанская транспортировка нефти и газа. Тоже относится ли, хочу сказать, папина работа к ним относилась. Устроилась туда на практику и там осталось работать. Потом уже поступила в строительный институт, тоже по профилю. После Сунгаита, после Сунгаита нас стали сокращать. По закону меня не имели права сокращать, так как я работала по профилю. Но тихо спокойно попросили. Ну, правда, нам три месяца оплатили безработные. После этого, после Астрансгаза я работала в милиции, в охране. Хочу подчеркнуть то, что после Кировобада, после взятия Кировобада, когда танки перебросили на Бакуу, по телевизору, когда мы увидели окровавленные танки, я в это время была на службе. Двоим ребятам, нашим ребятам, милиционерам, в этот день было плохо. Скорая приезжала и тому подобное. У нас начальник был золотой. Он на пяти минутки собрал потом, ребятам предупредил. Я там не одна армянка работала. Он сказал, когда у нас будут, у нас суточная работа. Если у нас на работе будут армянка, чтобы все ходили на цыпочках. Чтобы я лишнего разговора не слышал и тому подобное. И он каждый раз, у него в машине была рация. Он по телефону, по рации каждый раз связывался с нами, когда он знал, что армянка дежурит. И интересовался, как, что, чего. Уже 4 на 5 декабря ожесточились эти, в общем, разборки между азербайджанцами и армянами. 6 декабря мы решили выехать. 6 декабря нас автобус... Мой старший брат, морской офицер, кадровый офицер, он в Ленинграде закончил, в это время был в Баку на службе. Нам ни контейнер, ничего не выдавали. В это время, значит, к ним русский переехал, свой контейнер привез. Брат подходит и говорит, да ругает, ничего, контейнер не сдавай, короче, мы сестренке вещи хотя бы загрузим, в сторону Карабаха пошли. Тогда здесь русские войска были. В общем, мы на одного русского послали. Вот то, что мы смогли с Баку вывезти, один контейнер в сторону Карабаха. Нас вывозили наши же милиционеры. Нас выделили автобус. Да, когда мой старший брат пришел и сказал, берите первое необходимое и в случае чего ложитесь. Я так на него посмотрела. Брат, ты в своем? Как это ложитесь? Чуть чего, говорит, на пол. В автобусе лечь и чемоданы к окну. Ну, я не представляла, что такое может быть по дороге. И когда мы выехали, нас, правда, милиционер сопровождал, тоже с рацией. И он даже, когда мы ехали, он говорит, ну, ну, вот эта девушка, что мне сделала? Что я в данный момент их сейчас вывожу, ли я отсюда. Ну, разные такие разговоры были. И вдруг по рации слышим, передают, мол, езжайте в обход, баррикада, дорога закрыта. Тогда ОМОН был, милиция была и тому подобное. Люди баррикаду сделали, дорогу перекрыли. И русские были. Мы, когда приезжали через русских, они останавливали, проверяли. Но нас не останавливали. Открывались автобусные двери. И этот милиционер кричал, говорит, армян везу. Нас уже не проверяли. Мол, раз армяне, они должны доехать до аэропорта. Шестого вечера мы прилетаем в аэропорт, в Ереван. Нас встречают. И тогда по листочку отправляли людей, беженцев по разным районам. Через неделю папа сказал, такое горе произошло, такая трагедия. Армения нас всех принять здесь не сможет. Мол, сколько людей и погибло, и сколько приехали наших. Что-то надо делать. У меня мать оттуда ездит в Карабах. Он просто попросил, чтобы я осталась в Армении. Потому что у меня старший брат остался в Баку. Ну, он кадровый офицер. Потом его переправили в Ачимчире. Но там было хуже, чем в Баку. Тогда уже конфликт с Грузией был. Абхазцы с грузинами. Ну, я осталась в Армении. Я дала слово папе, что я продолжу учение. Я там не закончила институт. 22 мне исполнилось в Армении. 22 года. Я со слезами. Со своими друзьями в общежитии. Исправила свое 22-летие. Но мне три месяца было очень тяжело. Потому что я родилась, выросла. Всегда была с братьями. Всегда у нас здание было сплоченное, дружное. Мне было очень тяжело. Особенно первые три месяца. Но после окончания института я все равно приехала в Карабах. Я Карабах с детства обожала. Так как я каждый год, каждый год приезжала в Ханзаристан, на Скиранский район. Это село моих родителей. Они там родились, выросли. Их родители там родились, выросли. И каждый год я ездила. Даже по комсомольской линии, когда один раз нам дали путевку по Прибалтике. И тогда можно было тысячи рублей только менять. Я сказала, я летом не поеду. У меня с нами работал пацан, парень молодой. Он всегда поражался. Говорит, как ты можешь отказаться летом по круизу? И я говорю, я Карабах не про меня. Я зимой поеду по Прибалтике, летом не поеду. Я летом в Карабах приеду. В 93-м году я приехала в Карабах. Потом в Шушу. Устроилась на работу в милиции. Работала в Шушу. С 93-го года. И по сей день, не по сей день, до того, до взятия Шуши. До 9-го числа. У меня сын здесь был. 28-го октября я отсюда выехала в Армению. До войны я сына женила. Столько лет жила в Шушу. Решила отремонтировать квартиру. Сделали ремонт. Сына женила. И потом оставила все, уехала. А больно чего? Почему мне так больно и обидно? Я с Баку хоть свои фотографии привезла. Бакинские фотографии привезла. У меня брат бывший афганец. Я, как назло, с России привезла его форму. Сейчас моего младшего брата нет. С ордерами, все такое, с медалями. Оставила в Шушу. Я, когда уехала из Баку, через 2 года я свою трудовую через Россию получила. Сейчас, в данный момент, моя трудовая осталась в Шуши. Которую получить неоткуда. И я не верю, что там хоть что-то осталось. Хочу сказать, последняя память брата тоже осталась в Шуши. Я рада, что у меня сын жив-здоров. Я ничего против этого не имею. Это все остальное наживное. Но все равно больно и обидно. Я одна растила, воспитывала сына. Мне легко ничего не давалось. Сейчас я снова с сыном, с невесткой живу в деревне. Вот так, в нашем селе. Правда, нас там дома нет. Дом развалюха. Когда мой сын закончил 9 класс, поступил в техникум, я ему взяла компьютер. Я обрадовалась. Думаю, буду общаться. Меня люди ищут, находят. В общем, и написала моя одноклассница Хидирана Алиева. Обрадовалась, когда увидела меня в соцсетях. И сразу написала, как ты, как братья и тому подобное. В то время, когда мы учились, не было армянка, азербайджанка, грузинка, лесгинка и тому подобное. Она тоже из простой рабочей семьи. У нее папа, мама. Папа вообще на тяжелой работе работал, нефтяник. И вдруг, после 9 мая, мой сын фотографии в интернет, в общем, ставит. Где возле техникума, кефу на нам, все такое, с флагами. И уже написано шуша и тому подобное. И вдруг она мне потом пишет. Я обрадовалась, что я тебя нашла. Но я прошу тебя, не звони, не заходи. Он все разговаривал, переписывал. Если, может быть, ты у моего мужа дома живешь. На меня, как будто, кипяток налили. Меня стало трясти. В прямом смысле слова. Соседи, в общем, сын пришел. Мама, что с тобой петь? А я реву, у меня слезы катятся. В общем, хотела ответить. Думаю, нет, не буду отвечать. Она же сказала, не пиши. Но с девчонками нашими, с одноклассниками. Я говорю, девочки, я не поняла, да. А в моем доме кто живет? В моем доме, который мы оставили. Я знаю, что три семьи азербайджанских, три семьи поменялось. Поменялось. Мы когда уезжали, мой папа, моему соседу с первого блока сказал, имам Назар, тебе говорят, расширение положено. Он болел. Насколько я знаю, у него туберкулез был. И у него сыновья были. Он сказал, я уезжаю. Иди, заходи в мою хату. Или... Он говорит, нет, ты что говоришь, я не смогу. Но потом я узнала, что три... Три семьи поменялись. И тому подобное. Вот так. Но хочу сказать, что я не одна такая. У нас очень много наших локбатанских, наших бакиньцев, очень много таких, как я, у которых корни карабахские. Те, кто хотел уехать в загранку, в Россию, они уехали. А те, кто считает, что их корни, их, как вам объяснить, до конца жизни они будут на этой земле, они все приехали в Карабах. Мой сын сейчас тоже служит. У моего сына сейчас очень много друзей тоже есть, которые без вести пропали до сих пор, от них никаких новостей нет. Недавно одного из друга похороны были. Из коих тоже отец беженец. Шестеро сыновей у него было и одна дочка. Хочу сказать, двое сына без вести пропавшие были. Одного вот недавно похоронили, второго до сих пор не нашли. Они под Гадрутом. Не знаем. Ну, будем надеяться, что они живы, здоровы, наверное, в плену. Мы надеемся, молимся, чтобы их отпустили. Я хочу одно сказать. Очень многие люди, которые говорят, вы же раньше жили в Баку, вы же общались с азербайджанцами. Да, мы жили, да, мы общались. Мы вместе с одной тарелки ели. Можно сказать, в одной постели спали, как соседи, ничего такого. Но в то время мы жили в Советском Союзе. Нам не говорили, что этот азербайджанец, этот армянин, тот лесгин. Понимаете? А сейчас 30 лет, 30 лет, азербайджанцы своим детям преподают то, что армяне это наши враги. Армяне надо уничтожать. И как ты себе представляешь, столько же есть погибших со стороны Азербайджана. Как ты себе представляешь, чтобы здесь жил азербайджанец, погибшая семья, а здесь армяне, погибшая семья. А может быть, может быть, лет через 50, когда это все утрется, будет опять движение. Но чтоб сейчас, в данный момент, это очень тяжело. Я не верю этому, что что-то будет, честно говорю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова